Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Гомель Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова 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 Гомель А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Кулакова Сегодня в Речицком районе открыли памятный знак первопроходца в пошуках белорусской нафты, этнографу и поэту Михайлу Грамыку. Архитектурная форма появилась на малой родиме Новоковце в вёсце Чёрное Речицкого района. Она усталявана на гранитном валуне вагой у некольки тонн. На открытии побывали наши корреспонденты. Особой Михайлы Грамыки, знаковая для Речицкого района, дякуючи его намаганиям, у Беларуси распочалась нафта с добыча. Шматликие навыковые працы геолога еще в 30-х годах показали наявность чёрного золота на территории краины. Однако скончить работу не отрималась. Геолога арештовали и выслали за межи Беларуси. Реабилитованный он был в 1957 году, але у Речицу уже не вернулся. Он первым из научных людей обосновал наличие нефтяных месторождений на территории нашей республики. После него подхватили эту идею ещё ряд крупных учёных. Но, к сожалению, война отодвинула сроки развития нефтяной отрасли. А нефтяная отрасль начала развиваться в 1964 году, когда было открыто первое нефтяное месторождение, которое дала промышленную нефть. Жахарка вёске «Чёрная» Валентина Рыбак – один из тех, кто особистого узнаём из Михаилом Грамыком. Её мать, наставница к истории в 60-х годах, заснавала краязнавчий гурток, який займауся у тым лейку бы выучением деяностей знакомитого земляка. По его запрошении, невеликая группа школьников отправилась в Москву на сустречу с земляком. Это неописуемая была встреча. Хоть вот уже у меня и было тогда, может, лет 12, но это была неописуемая встреча. Это люди, которые, вы знаете, не знают. Никакие там не зазнайки, никакие там не то, что они там какой-то наживе стремились, или какой-то славе стремились, нет. Это была такая обстановка, которая словами не выскажешь. Как говорится, с родными людьми можно так не встречаться, как мы встретились с этим искренним человеком. Кабушеновать память знакомитых авучонога, який так само заявлялся письменникам и поэтам, у Весцы Черная было принято решение об усталевании памятного знака. Инициатива заходила от мясового краезнауца Дмитра Янкова. Ее подтримал депутат Палаты представников национальных сходов Республики Беларусь по Рыжицкой окрузе Баляслав Перштук. До реализации долучились районные улады и предприемства. Пришла идея обратиться в райисполком, позвонила на горячую линию, для того, чтобы увековечить память какой-то хотя бы памятной доской. Потому что других материальных свидетельств не было, того, что он здесь родился. И решили на валуне, которую привезли, помогли к Беларусьнефть, установить эту памятную доску. На финальном этапе огромное спасибо хочу выразить Перштуку Баляславу Казимировичу за его поддержку и без его помощи, наверное, сегодня бы ничего не состоялось. Гранитный валун, вагой некольки тонн, был привезен из супрацлеглого берега Днепра. На металличную шильду нанесены биографичные известки нашего знакомитого земляка. Памятный знак разместился побоч с малявничим местом. Михайло Грамыка захоплялся мясовыми краевидами и шмат об этом писал у вершах. Милый сердце ты моему, родный край у Боги. Сам не ведаю, чему я люблю дороги. Сдвух дорог пошли шляхи, аж до поворота, скрозь лесы, луги и мхи, диваны, болоты. Дмитрий Котов, Ганна Ковалева, Игорь Марыщенко, Телерадо, компания «Гумель». Сегодня означается День ветеранов органов внутренних справ. В нашей стране он был усталяванный в 2007 году. Для многих супрацовников беларуской милиции, яке служили у часа СССР, гэтая дата День советской милиции на завсёды застанется святочной. По доброй традиции, 10 листопада во усих милицейских подразделениях краины проводятся урочистые мероприемства. У Гумеля яны распоршались за складание кветок до памятного знака супрацовнику органов внутренних справ, яке загинули под час выканания службовых обовязков. Милицейская ветеранская организация «Гумель» на зараз наличие больше 60 первичек, яке объединяет свыше 5000 былых супрацовников. Среди основных на промоке деятельности социальная оборона ветеранов и работа с молодью. Передача им профессионального мастерства, патриотичное выхование. В этот день наши ветераны получают награды, благодарность за службу, за многолетнюю службу, на благо народа, по охране, защите интересов государства и наших граждан. Хочется всем нашим ветеранам пожелать здоровья, счастья, благополучия, мирного неба, и чтобы они по-прежнему служили своему народу и ветеранскому движению. Усибакова и опотрымка молоди, обороны их социальных правов и гаранты. Такую задачу перед собой ставить Молодежный совет Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорту и туризма. Наши корреспонденты побывали на выездном посяжении Молодежного совета у Рогачеве. Рогачевский дом книги местом проведения Чаргового молодежного совета областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорту и туризму был обраны не выпадково. Тут есть, что показать и чем поделиться с удельниками совета. Работы с молодёй у районной библиотекцы надают особливую увагу. У программы выездного посадения Молодёжного совета и наведывания агрогородка Тихинича, знакомства с працей мясцовой школы мастерства и Центра культуры и вольного часа. В уголе практика выездных посадений у Молодёжного совета – добрая традиция. Померкование у дельника – это выдатная махшимость. Не только особисто познайомиться с работой районных первичек, а и доведаться об иснуючих проблемах, а значит, и больше оперативно адраговать. Подобные формы работы помогают решить насущные вопросы оперативно, а также обменяться методами, которые практикуются в их организациях, и обменяться опытом. Одно из основных пытаний у парадку дня посадения Молодёжного совета – принятие концепции молодёжной политики Галинового профсоюза. Материальное и моральное стимулирование профессийного росту молодых супрацовников, протягнение их доудела у шматликих культурных мероприемствах – и головная усибаковая подтримка и оборона их социальных правов и гаранты – вось основное положение затверженной концепции. Молодёжный совет сегодня работает не только сам на себя, но и на всех молодых людей, которые после СУЗов, ВУЗов, после школы пришли в нашу отрасль работать для того, чтобы они чувствовали себя уверенно и любили свою профессию. И, как было сказано сегодня, по распределению, придя в организацию, оставались работать на тех местах, на тех рабочих местах, в тех организациях, куда их направили по распределению. Алена Василюк, Валерий Гапанько, телерадио-компания «Гомель» из Рогачёвского района. ГТ и иншие новины вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд». З новинами в спорту вас познайомить Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин